Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Александр Папко. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Столицы на пожары ИЧС начала года спасатели совершили 2730 выездов. За это время на пожарах погибли 9 человек, 26 пострадали. Более 200 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. А сейчас остановимся на конкретных происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник утром столичные огнеборцы получили сообщение о пожаре на последнем этаже девятиэтажки по улице Слободской. Незамедлительно прибыв к месту вызова, стало понятно, загорание произошло на балконе и в квартиру огонь еще не распространился. Не прошло и восьми минут после сообщения, как пожар был ликвидирован. А причиной происшествия стала непотушенная сигарета, которую хозяин оставил на балконе. Хочется напомнить, что курить дома и на балконе небезопасно. Если вы все же решили затянуться вредным дымом, то сделайте это, соблюдая правила пожарной безопасности. И ни в коем случае не выбрасывайте окурки с балкона. В ночь со среды на четверг взволнованные жильцы дома номер 112, прям как номер телефона МЧС, по улице Богдановича сообщили спасателям о выходящем дыме из квартиры на четвертом этаже. По указанному адресу незамедлительно были высланы сразу 8 единиц пожарной техники, так как ночные пожары зачастую наносят максимальный ущерб и приводят к гибели людей. К счастью, работники МЧС подоспели вовремя. Они вынесли из горящей квартиры ее хозяина и его жену, тем самым спасли им жизни. Как позже было установлено, пожар начался в коридоре и отрезал путь к выходу из квартиры. А причиной произошедшего, скорее всего, стало короткое замыкание электроудлинителя. Из этого происшествия можно вынести следующий урок. Отключайте электроприборы из розетки, когда вы ими не пользуетесь, и подобного пожара у вас не произойдет. Минск чрезвычайный. В пятницу вечером пожарные расчеты пробирались сквозь пробки к дому номер 42, корпус 1 по улице Любимого. Ведь там, исходя из сообщения, произошло загорание в квартире на шестом этаже девятиэтажки. У порога стойким запахом алкоголя пожарных уже встречал хозяин квартиры. Он же и указал, где произошло загорание, хотя огнеборцы примерно догадались. Горят, скорее всего, постельные принадлежности. Так оно и вышло. В результате пожара поврежден матрас и закопчена квартира. Хозяин квартиры пояснил, что получил сегодня пенсию и традиционно решил отпраздновать это событие, купив в магазине плодово-ягодное. Сопровождая распитие алкоголя курением сигарет в постели, он не заметил, как окурок оказался на матрасе. МЧС напоминает, курение в постели – одна из основных причин пожаров и смерти белорусов. Не бросайте сигареты на пол и не курите в постели, тем более употребив перед этим алкоголь. Уснув в состоянии алкогольного опьянения сигареты, вы рискуете больше не проснуться. Кроме этого, вы подвергаете опасности окружающих вас людей. Практически одновременно с пожаром на любимого на улице Гомарника загорелось маршрутное такси. Ничто не предвещало беды. Mercedes Sprinter 2009 года выпуска двигался по маршруту номер 1153, экспобил Малиновка 8. Внезапно автомобиль заглох, и водитель хотел открыть капот, чтобы узнать причину. Заметив исходящий дым из радиаторной решетки, мужчина бросился эвакуировать пассажиров из транспортного средства. Когда последний человек покинул салон, дым уже успел превратиться в открытое горение, которое перекидывалось на приборную панель. Стало очевидно, бороться с пламенем с помощью огнетушителя бесполезно. Начальная стадия горения упущена, зато все пассажиры были невредимы и находились на безопасном расстоянии. К приезду работников МЧС автомобиль был полностью охвачен огнем. Кроме того, тепловым потоком был поврежден бампер и капот рядом стоящей Мазды 626. Причину пожара установит экспертиза. Вероятной причиной стало короткое замыкание электропроводки. Минск чрезвычайно. Хотим напомнить, что по 2 ноября в столице проходит республиканская пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». В период проведения акции работники МЧС оказывают консультативную помощь по месту жительства одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам и семьям с детьми. Просим отнестись с пониманием, если к вам в дверь постучит работник МЧС. Кроме этого, каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям и пригласить к себе специалиста для проведения обследования противопожарного состояния своего жилища. Вот такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Берегите себя и своих близких. В эфире был Александр Попко. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.